Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о том, как изменился мой характер и привычки в тот момент, когда я переехала жить в Англию. И что изменилось после того, как я вернулась в Россию. Самое главное изменение произошло в моём характере и я за это очень-очень благодарна Англии в общем и в частности Лондону. Я перестала быть такой зажатой, какой была до жизни в Англии. Я стала намного общительнее, мне стало всё равно, что обо мне подумают люди. Конечно, в положительном ключе я не говорю, что делаю что-то такое супер отвязное, но потанцевать, как говорится, на ВДНХ, как вы уже видели, я могу спокойно, причём без алкоголя. Если раньше, я помню, у нас на курсах риэлторов обучали, что надо подходить к людям, общаться и при этом ещё уметь раздавать визитки, для меня всегда было стрессом. То сейчас для меня подойти к людям, пообщаться и о чём-то поговорить ничего не стоит, особенно в этом мне помогает моя собачка Челси, которая почему-то очень привлекает людей, ну, видимо, потому что она ходит и всем смотрит в глаза, и практически один человек из десяти всегда подойдёт, начинает гладить, а я озвучиваю Челсика и начинаю общаться с этим человеком, и потом можем и дальше разговориться, пообщаться со всей доброжелательностью и позитивом. Конечно же, в этом мне помогло общение в Англии, которое у меня происходило на протяжении пяти лет. Ежедневно я по утрам, по часу выгуливала чужих собак одной английской семьи, о которой я уже рассказывала, если кто хочет, смотрите в этом ролике. И вот там приходилось общаться с обычными англичанами, которых, в принципе, не интересовало ничего из политики, из там, что происходит в наших странах, какие-то там разборки, Крым на тот момент был, и Брексит. В общем, всё это как бы, ну так, мимоходом затрагивалось, а в основном мы общались на обычные бытовые темы, там, кто куда сходил. Чаще всего мне рассказывали, ну и также я делилась своими впечатлениями, в основном я рассказывала о том, где я была и что снимала. И люди мои уже, так скажем, знакомые, я бы не назвала их друзьями, но те люди, с которыми ты постоянно общаешься, это практически соседи, знали всё о моей жизни, а я знала об их. И вот так вот каждый день мы общались по часу, по утрам. Кстати, это общение также свело меня с природой. Если в первые три года жизни я просто бегала по утрам по парку и видела, как происходит рассвет, как просыпается природа, почему-то вот очень хочется в Лондоне наблюдать за природой, за птицами, за тем, как идёт дождь, стоя под каким-нибудь деревом, за тем, как вырастает какой-нибудь цветочек, и это вызывает в тебе какое-то душевное равновесие, что ли. Может быть, мне не хватало душевного равновесия, потому что я жила далеко от своей родины, и вот в природе я нашла такую отдушину. И сейчас мы заходим в Голландский парк. И вот благодаря вот этому добродушию мой характер полностью поменялся. Я перестала в негативном свете смотреть на всё, что происходит вокруг меня. Ну, конечно, в этом мне ещё помогла книжка Свияша, когда я была в жуткой депрессии в 2012 году. То есть прожив полтора-два года, у меня началась депрессия, видимо, тоска по родине или по друзьям. И вот как-то мне запомнилась единственная фраза из этой книги «Всё, что было вчера, уже не вернёшь». Отключили и выбросили. Не надо переживать постоянно, думать о том, что произошло, вот этому солить и нагнетать вот эту обстановку. Всё, живём сегодняшним днём, завтра будет завтра. Да, возможно, что-то там тревожное, но о завтра мы тоже пока не думаем. Думаем только вот сегодня, что происходит сегодня, живём практически одним днём. И благодаря этому мой характер тоже изменился. Я стала более мягкой такой, ну, так скажем, с хорошей точки зрения, пофигистской, философски настроенной. Как говорил мой брат, whatever. То есть будь что будет. И, в общем, как-то я приобрела такую психологическую устойчивость. Может быть, это ещё и с возрастом приходит, может быть, Англия тут вообще ни при чём, не знаю. В общем, на данный момент я себя чувствую полностью гармоничным человеком. Меня практически ничего не беспокоит. И я стараюсь смотреть на жизнь с позитивным настроем. Кроме того, я стала терпимее к людям. Tolerance и polite, то есть терпимость и вежливость, это у них основные факторы в общении с людьми. Я уже рассказывала про очереди, если ты стоишь в очереди, то не смей даже пшикнуть, что там где-то что-то задерживается. Стой и терпи. Ну, в общем, я стала терпимее к людям, стала философски относиться к жизни, а также не брать ничего чужого. Это у них тоже такая фишечка. Если ты что-то потерял, тебя обязательно окликнут и укажут на твою потерю. Никто не возьмёт себе в карман, ну, из истинных англичан, если там туристы, могут и прибрать себе. Так вот у мамы один раз в Эдинбурге, в музее, выпал паспорт, а там было 50 фунтов. Пришлось лететь без паспорта обратно домой и уже тут дома восстанавливать паспорт. А потом брату домой на почту скинули её потерю, и там, ну, могли бы забрать эти 50 фунтов себе в качестве вознаграждения. Нет, всё вернули обратно. Но, к сожалению, паспорт уже был недействительным. Когда-нибудь я расскажу и эту историю, как, оказавшись в чужой стране без паспорта, выехать обратно домой на родину. О еде. В Англии очень хочется пить, постоянно хочется пить. И в первый год жизни я ходила, ну, так как из крана у них воду не стоит пить, я ходила в магазин, там, в ближайшие, по-моему, Моррисонс у меня был. Покупала себе двухлитровую бутылку, ну, там, крем-сода или что-то такое, лимонад, в общем, за 50 копеек, за 50 центов. И пила его. А он такой сладкий. И мне брат говорит, ты куда столько пьёшь? Каждый день по 2 литра я, наверное, и выпивала. И говорит, это же сладкая вода, ты же пухнешь на глазах. И я так подумала, так, надо всё-таки истреблять сахар. И стала носить с собой бутылочку и наливать воду в разных фонтанчиках, которых, кстати, очень много в Лондоне. Я уже знала все точки, где я могла набрать питьевую воду бесплатно. И дальше продолжать своё путешествие по городу. Кроме того, если раньше в России и в первые годы жизни в Лондоне я пила чай и кофе с сахаром, то я как-то серьёзно задумывалась о том, сколько сахара я употребляю. Помимо самого напитка я же ещё и закусывала чем-то сладким. Я потихонечку стала уходить от сахара хотя бы в чае. За два года я капитально ушла от сахара в чае. Но, естественно, продолжала закусывать всякими булочками, пироженками и шоколадом. Без этого я пока до сих пор не могу обойтись. После этого мне уже было противно пить чай с сахаром. Мама с братом иногда наливали в дорогу термос чая и клали туда сахар. Я не могла его пить. После того, как я перестала пить чай с сахаром, я решила истребить сахар в кофе. Постепенно. Сначала я клала две ложки, потом одну, потом половинку. И уже стала пить также без сахара обычный кофе. Уже довольно-таки давно его пью. Но, опять же-таки, только вместе со сладеньким. Пока не могу избавиться от пирожных и шоколада. А в последние годы жизни в Англии мне мама часто привозила всякие зефиры, шоколадки, казинаки. Для меня это было всё таким приторно-сладким, что я практически ничего не ела из привезённого. Просто сложила в комод и так вот оно у меня и лежало. У них по вкусовым качествам даже всё самое сладкое как-то легче. Не такое сладкое. Я даже не знаю, как это объяснить. В общем, другой вкус и шоколада, и конфет, и каких-то печенек. Ну, потом, постепенно, когда я вернулась в Россию, пришлось привыкать к тому, что у нас здесь продаётся. Я в основном ем тёмный шоколад сейчас. Кроме того, в какое-то время я перестала полностью есть картошку. И хлеб. Ну, конечно, иногда я употребляла картофель в таком блюде, как фишн чипс. Это моё любимое английское блюдо. Ну, и, естественно, практически никогда не ела чипсы. Кстати, почему-то чипсы у них называются криспс, а жареная картошка, порезанная вот такими дольками, называется чипс. Вот так вот. А мы чипсы называем хрустящие тонкие диски картошки. Ну, и так как прогресса в моём похудении никакого не было, а к картошке, которая, кстати, на вкус у них совсем другая, не такая, как у нас, какая-то постная и безвкусная, я уже привыкла постепенно и стала делать иногда себе то пюрешечки, то салатики с картошкой с грибами. Кстати, я там сама больше стала готовить, так как покупные блюда, во-первых, дорого стоят, во-вторых, ну, не та еда, к которой я привыкла, они в основном там едят карри или макароны. Я в основном пыталась сесть на салатики, ну, и, естественно, каждый день практически у меня обязательно должны были быть либо мясо, либо рыбы, либо грибы. Я больше стала покупать овощей и фруктов, а также ягоды. У меня рядом с домом, там, в 20 минутах ходьбы всегда был рынок местных фермеров, которые каждый день продавали такие глубокие тарелки чего-нибудь, и всё по одному фунту, там, тарелка, яблок, тарелка, помидор. Ну, конечно, ягоды были в маленьких тарелочках, но тоже за один фунт можно было прекрасно наесться малиной, либо клубникой, либо, что там, я ещё ежевику покупала. В общем, один фунт на тот момент это было 100 рублей. Ну, в районе там 80-90, разные курсы были за те годы жизни, за 8 лет, пока я там жила. Но для меня один фунт это было 6 минут прогулки с собаками. То есть каждый день, выгуливая собак по часу, я получала 10 фунтов. Вот, поэтому раз в неделю на 10 фунтов я могла позволить себе закупить фруктов и овощей, и практически раз в неделю и ходила на этот рынок. Кроме того, в той семье, где я жила с мальчиком и девочкой, моя последняя семья, где я была няней в течение двух с половиной лет, я открыла для себя духовку. Практически всегда я что-то пекла именно там, а не на плите. Они часто её использовали и меня научили, как всё это делать, и это намного полезнее, нежели чем жарить на сковородке. Также у них была очень мощная, классная такая соковыжималка, где мне позволяли тоже гнать соки. И также посудомойку я освоила в Англии. Почему-то они больше используют посудомойку, нежели моют руками. Я сначала думала, что это в целях экономии воды. У нас в один год, в 14 или в 15, там в Англии была сильная засуха, и говорили экономить воду, не поливать, там, в общем, поменьше использовать. И мне папа вот в последней семье постоянно пальчиком это самое, потому что я люблю под краном всё мыть. И вот эту вот всю химию, которая в посудомойке остаётся, не хочу употреблять на своих тарелках. Но мне сказали, под струей воды ничего не надо мыть. В итоге я решила так, буду использовать только свои тарелки, мыть буду, когда они не видят под струей воды. Ну, там у меня две тарелки, что там это. А их посуду составляла в посудомойку, загружала, и она работала там уже час-полтора без меня. И также я научилась разделять мусор, так как, приехав ещё к брату, он мне так пальчиком грозил и говорил, обязательно разделяй картон вот в эту вот мусорку. Обычные отходы там, у некоторых, кстати, для пищевых отходов отдельная мусорка, но у него было всего две. Обычный мусор и вот всякое ресайкл, это называется, я уже об этом рассказывала. То, что идёт в переработку, там, пластик, картон, бумага, в общем, вот такие вот отходы. И два бака у него было с оранжевой крышкой, это ресайкл, и с чёрной крышкой, это обычный мусор. И он вот так вот выносил это всё во двор. И также в каждой другой семье я уже привыкла разделять это. И также стараясь делать тут, в России. В Англии я перестала принимать ванну. Ну, может быть, раз в две недели или раз в месяц мне удавалось полежать в ванне. Я тогда покупала соль, пену, вообще вся такая была, как в богатом доме ощущала себя. Ну, в принципе, так и было. В основном я могла позволить себе горячую воду, ну, наполнить ванну горячей водой в домах, где я жила уже в английских семьях. И то, наверное, они переплачивали за меня, за потребление воды. Ну, так как отопление и горячая вода у них идёт из бойлеров, и за их потребление набегает огромная сумма. В основном я в Англии привыкла принимать душ, так как у них постоянно холодно, я постоянно мёрзла в домах. То по утрам горячий душ, чтобы прийти в себя, ну, если это лето, то немножечко прохладный, чтобы проснуться, уже на согретое тело надеть одежду и выйти из дома уже там, идти бежать по своим делам. В общем, в Англии я постоянно мёрзла, несмотря на то, что у них там зимой 0 градусов, ощущается как минус 20. Но шубу я там себе прикупила, надевала её искусственную, правда, ну, там не поносить натуральных шуб, иначе краской обольют, по крайней мере, так говорят. Надевала несколько раз шубу, потому что было очень холодно, а так в основном ходила как капуста, там две кофты и какое-нибудь пальто или куртку. По поводу одежды капитально всё изменилось в Англии, там абсолютно всем всё равно, в чём ты ходишь. К этому я уже тоже пришла, там никто не гладит. Поначалу я там наглаживала свои рубашечки, воротнички, там, манжетики. На это уходит столько времени, а оказывается это всё, ну, только если на какой-нибудь супер-супер выход, там, куда-нибудь на званный ужин. Поначалу я вот в университете, меня ещё и спрашивали постоянно, ты сегодня на свидание какая-то красивая, там, ходила наглаженная, начищенная, на каблуках вот таких вот. Для них это первый признак того, что у тебя какое-то событие впереди. Всё это абсолютно через несколько лет ушло. Я стала ходить в кроссовках, в джинсах и в футболках, которые, в принципе, стирала, но не гладила. Там влажный воздух и вот так вот смочил футболку, и она уже наглаженная. Ну, естественно, в блузке и то, что надо было гладить, там, платье. Кстати, в платьях и юбках я стала там чаще ходить, потому что там постоянно, ну, практически нет зимы и постоянно тепло или жарко. И можешь себе позволить ходить сколько хочешь в женской одежде, что очень сложно мне сделать здесь, в России, потому что в основном всегда холодно, и я практически всегда хожу здесь в брюках. Ну, по крайней мере, в Петербурге. Волосы. Поначалу я ездила в Россию стричься, у меня была очень короткая прическа, потом отращивала, потом какие-то делала стильные прически, а потом уже махнула рукой и плюнула на это всё. И просто они у меня сами по себе росли-росли, и вот уже доросли вот до таких размеров. Дело в том, что подстричься в Англии стоит очень дорого. На мои волосы вот на такую среднюю длину было где-то 50 фунтов, а на вот такую вообще будет все 100. И для меня это было очень дорого, так как я была студентом, сама зарабатывала деньги на своё обучение, подрабатывая няней, собаководом и хаускипером. Так вот, периодически, то мама приезжала, меня подравнивала, то я сама, уже досмотревшись, как меня в России стригут, решила тоже себе подравнять. И, в принципе, у меня неплохо получалось. Ну, а насчёт того, что красится, да, только на выход, куда-нибудь на мероприятие, на какой-нибудь бал. Даже здесь, вернувшись в Россию, я практически не крашусь, только наношу тон, ну и крашусь для вот съёмки своих видеороликов или куда-нибудь выхожу в центр города, на мероприятие или на какую-нибудь встречу. Тогда, да, в полном обмундировании, это, знаете, как раньше, я помню, у бабушки жила, когда на лето выезжала в Кировской области, и она всегда говорила, «Так, мы едем в центр, надо красиво нарядиться, причесаться, чтобы все тебя видели, что ты у нас вот такая хорошая». И сама тоже там намарафетилась, взяла свой лучший кошелёчек, свою лучшую сумочку, и мы едем в город, в центр города. Ничего такого там нет, все ходят как бомжи, и богатые, и бедные, бедные даже лучше одеваются, чем богатые. И я, в принципе, потихонечку съехала на тот уровень, стала ходить в каких-то одеждах, ну чё, я иду гулять с собакой, надела куртку до штаны и пошла. Даже иногда приходилось в резиновых сапогах гулять. Ну, естественно, в университет я всё-таки продолжала наряжаться, пусть и не в платьишках и на каблуках, но чисто в пиджачках и в брючках ездила на свои лекции. Также в Англии я экономила, и в основном, если у меня есть время, ходила пешком. И стала много ходить пешком, по 10, иногда и по 20 километров в день, прямо от места жительства до центра, до университета и обратно пешком. И вот так вот экономила. Если у меня не было времени, я вместо метро старалась использовать автобус всё-таки на 1-2 фунта, это дешевле. То есть вместо, допустим, 360 рублей за один проезд я платила 150, то есть 1 фунт 50 центов, ну это уже в конце. Изначально, по-моему, 1 фунт стоил автобус. И так и мне так понравилось ездить на автобусе, что даже когда у меня была возможность проехать на метро, ну там, я куда-то торопилась, или, ну, у меня был ограниченный отрезок времени, куда мне надо было добраться, я всё равно ехала на автобусе. Потому что, во-первых, я знала, что на автобусе иногда даже быстрее получается, чем на метро в некоторые точки. И интереснее, потому что ты сидишь в автобусе, рассматриваешь город и слушаешь музыку, ну, в общем, не едешь в каком-то тёмном туннеле. Мне это стало интереснее. Также и тут, в Петербурге, я перестала ездить на метро и пересела на автобус. Кстати, тоже получается иногда быстрее добраться до центра, даже иногда 20 минут, если без трафика, у меня автобус идёт до Дворцовой площади. А также я для себя в Петербурге уже открыла трамвай. На нём иногда даже тоже быстрее получается, потому что он не стоит в трафике, у него отдельная выделенная линия, и ты едешь и рассматриваешь город. Особенно, когда погода хорошая, тепло, уютно, хорошо, даже уже USB-порты там есть, можно и телефон подзарядить. В общем, едешь и наслаждаешься видами города. Ну, а если, естественно, куда-то надо на другой конец города и в ограниченное время, то тогда уже используй метро. А ещё я стала каждые выходные куда-либо выходить. Так как я жила в английских семьях и у них работала, то мне не хотелось проводить все свои выходные, опять же таки, практически на рабочем месте. И как бы там уже и семья была в выходные постоянно дома. И я старалась куда-либо выйти, выехать или встретиться с друзьями. И вот так вот практически каждый выходной я снимала какие-либо мероприятия, новостные сводки. И иногда меня агентство направляли снимать некие события, новости, а также королевскую семью. И за счёт своего репортерства я подрабатывала, и у меня были дополнительные финансы, чтобы я могла также оплачивать как своё обучение, так и поездки как по Европе, так и по другим городам Англии. У меня уже создалась такая традиция, каждый выходной я ездила на море, то в Брайтон, то в другие прибрежные города. И мне очень нравилось расположение Лондона, так как до моря всего лишь было полтора часа на поезде. Если не было каких-либо мероприятий, если мне не о чем было заняться и погода была хорошая, то я всегда выезжала на море. Вот пока и всё, наверное, что я хотела рассказать о том, как на меня повлияла жизнь в Англии, как изменился мой характер, как поменялись мои привычки. Что-то осталось оттуда, и я продолжаю быть такой же, как и в Англии здесь. Что-то обратно поменялось, приспособилось к новым реалиям моей жизни. Честно говоря, приехав обратно из Англии в Россию, я была рада месту. У меня есть свой дом, у меня есть куда прийти и закрыться ото всех, как бы спрятаться и хорошенечко отдохнуть. Там у меня такой возможности не было. Я всегда была, так скажем, гостем в чужом доме. Да, и за 8,5 лет, что я жила в Англии, в России очень много всего изменилось, и мне, в принципе, нравится сейчас жить в России. Пока на этом всё. Мне прощаюсь с вами. До скорых встреч!